так друзья сегодня 7 17 июля и мы решили сегодня сегодняшний день провести на реке green river очень зачетное место мы вчера там проезжали мимо вот и влюбились в это место и решили остановиться на день вот именно отдохнуть чисто на озере спустить наш падал борт и хотели даже лодку спустить но оказывается вайоминге есть такое интересное за интересный закон что все плавающие средства которые пересекали границу штата вайоминга должны проходить инспекцию обязательно и получать стикер они боятся за то что всякие бактерии из другого из других штатов попадут штат вайоминг и размножатся и как бы погубят местную флору и фауну поэтому они очень серьезно за этим следят и вот чтобы получить этот стикер и проверку вашего средства плавающего вам нужно вот приехать сюда вот в это место мы сюда приехали оказалось что во первых инспекторов у них нет нужно вызывать их сейчас нет на работе нужно ждать чтобы они приехали посмотрели даже если вот обычный у вас падал борт мы сказали что у нас новый падал борт мы никогда его не пользовались просто вот купили вот развернули на траве посмотрели на него и сложили обратно но аска она сказала что если типа вы ни разу им не пользовались то это нормально вам инспекция не нужна но вам нужен по-любому стикер который дает разрешение именно на того на то чтобы использовать его в водоеме вот даже несмотря на то что он у вас как бы новые не пользовались все равно нужно получить заплатить 15 долларов вот и получить этот стикер а мы пока решили это не брать вот возможно пронесет нас как бы первый раз так что будем держать вас курсе как это все произойдет вот мы и приехали на то место которое планировали вот она green river и вот они живописные горы это как считается официальный пляж но песка тут нет всякие вот гравий мелкий камушек и пыль ну как бы в каком то есть какой-то степени прям галька крымская можно сказать вот мы достали наш падал борт поставили зонтик конечно пришлось постараться потому что все камень хрен поставишь зонтик пришлось применять специальные средства чтобы углубиться связи здесь нет поэтому телефон вообще бесполезная вещь здесь так вот мы надули наш падал борт который должен пройти инспекцию был ну так как он новенький еще муха на нем не сидела еще человек остался не выбросили только-только купили вот поэтому инспекцию можно не проходить когда мы приехали мы были вообще одни вот и людей потихоньку подтягивать сюда так что людей немного но они есть так что этого целая площадка чисто для нас вода чистейшая просто прям родниковая поэтому они видно так и переживают за сохранность своих водоемов штате вайоминг да по температуре более-менее нормально сейчас проверим даже до вода вода нормально можно купаться такая чуть прохладненькая но терпимо так что мы отправляемся в заплыв лодку решили не накачивать потому что во избежание разных рисков которые нам точно не нужны ничего борис отправляется в заплыв сейчас он поплывет он туда это там официальный типа спуск лодок да там довольно красиво туда минут 15-20 займет и 20 обратно так я пока этим делом взял ласты и маски так что сейчас поплаваем посмотрим что здесь за дно рыба если нет так что проверим какие тут обитатели живут кроме нас ну что теперь пришла и моя очередь оседлать падал борт и вот поплывут сейчас вот туда за за эту гору борис сказал что там довольно таки красиво там есть остров там куча рыбы и всякие птицы птицы можно увидеть и всякую дикую природу олени приходят на водопой так что сейчас оседлая мы поедем так вот мы чуть отплыли и рядом с нами есть другие отдыхающие вот они остановились с лодками с падал бордами с всякими кругами когда мы приехали здесь вообще никого не было вот сейчас уже набежала куча людей с детьми в основном ну чё плывем дальше так мы гребем потихоньку так сейчас разворачиваемся едем на красивейшие места вот так плывешь на падал борде а вокруг тебя то слева то справа огромные рыбины вот встречаются и они похожи вот на представителей карповых но я точно не уверен если я вот увижу то покажу потому что как только к ним приближаешь они сразу дают дёру темные тем не менее природа здесь просто живописнейшие и слева и справа вот эти лодки прямо раскачали воду здесь гасают и на водных лыжах ребята и просто на моторках вот мы и приближаемся к этим красивым скалам со стороны воды вот хочу сейчас на падал борде при пристать к берегу чуть покупаться потому что жара довольно жарко чуть-чуть остыть чуть отдохнуть вот такой вот вид здесь здесь уже не так много лодок поэтому более-менее поспокойней дальше я хочу съездить вон туда на продолжение реки тут прикольно здесь такой есть пролом в скалах такое чувство что он делаем прям для меня специально вот в час как раз зайдем в эту бухту как раз здесь и покупаемся так ну вот мы и причалили к берегу в эту бухту сейчас хотелось бы подняться вот чуть чуть выше посмотреть на эти горы именно с этой стороны потому что мы их видели именно всегда вот стой сейчас мы непосредственно с этой стороны посмотрим если честно хреновое место я выбрал чтоб понырять с маской потому что здесь так много вот этих мелких водорослей вода как бы мутная поэтому вообще ни хрена не видно попробую найти место получше на том пляже где мы стоим все нормально видно четко вот здесь вообще ничего ни черта кроме гор вот горы здесь действительно красивые ладно пора дергать на другое место здесь давить нечего на этой стороне все таки решился я зайти на холм этот чтобы посмотреть еще раз на местные красоты но тут когда скарабкаешься наверно на этот холм нужно быть аккуратным потому что можно наступить вот на кактусы они здесь и редко встречаются но тем не менее обувь может даже не спасти такие вот они колючие по склонам бегают разные птицы а он мой маленький плод который ждет меня когда я спущусь для новых приключений вот плывем мы все вдали вдаль против течения реки слава богу здесь течение довольно таки небольшое поэтому довольно таки удобно грести на павлборде примерно как это все выглядит обязательно спа жилет взял с собой воду обязательно ну маску взял но по ходу смысла не было никого и убрать сюда сейчас мы завернем за этот изгиб и поплывем уже обратно примерно я сюда час греб примерно час обратно придется в обратном направлении когда плывешь вдоль этих живописных отписных скал просто завораживающее впечатление они производят производят под откосами этих скал вот очень много птичьих гнезд есть уже тип как брошенные так и еще хотя они на виду уже как бы покинутая наверное уже от нерестились птицы уже улетели от гнездились так сказать так что никого птиц прилетающих вылетающих я не вижу наверное сезон у них гнездование уже закончен вид бам бастер пипец здесь можно тупо вот просидеть на борде целый день так любуюсь этими скалами тишина и покой никого тут нет все кто на лодках они уже остались сзади здесь никого кроме меня и дикой природы уже нет вот эти вот отвесные скалы прямо ходят глубоко глубоко вниз здесь сразу такой крутой обрыв а вот с той стороны он довольно таки пологий когда я был тому можно идти глубоко глубоко довольно мелко там на том берегу а этот вот именно обрывистый ну чё заворачиваем за этот поворот за этот изгиб плывем домой вот он берег прям кажется рукой подарь а прям там внизу пропасть послушайте как тихо вон 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 тишину нарушают лишь редкие пение птиц я такого еще не видел какая красота я видел наподобие когда вот все заросшие лесами вот всякой растительностью но здесь они эти горы они практически безжизненные только редкие кусты встречаются а так такое чувство что попал на другую планету блин ребят только что видел двух выдр они вот там лежали на солнышке как только я проехал они меня увидели прыгнули в воду блин так жалко такие большие длинненькие красивенькие может они вынурнут там все изрыто такими пещерками маленькими походу они живут именно там блин так классно на это смотреть да вот под воду есть такая каменная платформа и резко уходит вниз обрыв еще хочу сказать что дальше вниз по течению вот этой green river реки когда уже она будет заходить штат юта вот мы сейчас вайоминге находимся но здесь недалеко уже начинается штат юта и там есть так называемый ред каньон и там вот те такие же самые горы только не нам много намного выше и красного цвета такого вот насыщенного такого то оранжевого цвета такого темно-оранжево темно-бордового такого цвета вот и там вообще просто дух захватывает здесь тоже красиво но там просто вообще отпад полный но дело в том что там нету именно там настолько все вот обрывисто что нету съезда именно к этому месту Там примерно полчаса нужно от него ехать Чтобы только спустить лодку Но в том месте уже не так красиво Как именно там И туда слишком далеко грести Если бы на моторке, да, туда можно доехать легко Но на наших несчастных веслах туда хрен да гребешь Но меня спасает то, что мы по идее должны будем быть в Гранд Каньоне Там по идее должно быть то же самое Поэтому попытаем счастье именно там Ухтышка, здесь прям есть Такая вот отвесная арка Ну, это аркой, наверное, трудно назвать Тут нам очень повезло Потому что вдоль этих отвесных скал Уже мы выехали на такую Что-то типа вот островок Либо коса Вот такая вот пологая Кстати, есть стаканчики Я не первый, кто здесь был, походу Так что здесь я хочу быстро скупнуться И развернуться И уже И уже ехать домой Домой займет еще, наверное, час Час десять вернуться Здесь видно уже костры тоже делали Кто-то Ну, место зачетное, скажу я вам Довольно популярное Среди дикой флоры и фауны А вот этот вот знаменитый пальчик Который мы видели издалека Вот теперь он прямо перед нами А вот там второй Ну что, ребят Погнали домой Все, мы двинулись обратно Теперь солнце будет светить прямо нам в глаза Сейчас мы встанем И погребем Опять тем же маршрутом Но уже без остановок Поэтому Должны доехать намного быстрее Теперь по течению Прямо-прямо И направо И все И мы дома Борис уже заждался Наверное, все котлеты съел Ребята, вот они Я их заснял Они агрессивно фыркают на меня Такие две жирные выдры Надеюсь, они на меня не нападут Решили удрать Либо на меня напасть Сейчас они где-то вынырнут Как набросятся на меня Буду отбиваться веслом Вот где-то вот там Внизу у них Логово Они фыркают на меня оттуда Там красных эхо Так страшно Эй, выдры Вы где? Ладно Не будем им мешать Поехали по своим делам дальше Ящерицы То тут, то там Начинают бегать По отвесным скалам этим Но им все равно Они как-то умудряются Сейчас мне надо Приготовиться Сейчас они мне Такие волны поднимут Что может даже Меня перевернёт Так Вот это вот идёт Сейчас на меня волна Блин, надо чуть вывернуть Выправиться Блин Надо приготовиться Сучка Так Вроде пронесло Ну что Вот мы и приехали На место Да Обратно Обратно ехать Было просто ужасно Потому что Ветер прям в лицо И волны поднялись Всё Печалили Вообще Поездка была бомба Борис не даст соврать Да, не дал Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»